Так, значит, сегодня я надеюсь, что мы успеем все. Во-первых, это тот блог, который мы пропустили, вернее, не углажились в прошлой лекции. Это общество американское, потому что в прошлый раз мы, на удивление, очень подробно поговорили про урбанизацию, в первую очередь, в США и некоторые проблемы экономики, значит, сегодня будет общество. Плюс, соответственно, технологии, культура, культура немножко в сокращенном состоянии, потому что я решил некоторые сферы объединить потом с двухтысячными, так что мы их не забудем. Ну, и на некоторые темы я не готов высказываться вообще, то есть, например, про музыку 90-х годов уж точно не специалист и не возьмусь. Даже трактовать с точки зрения рынка музыкального рынка. Так, значит, первое у нас американское общество и, в первую очередь, это у нас проблема феминизма, третья волна феминизма. Значит, я понимаю, что предыдущая лекция, где мы рассматривали вторую волну феминизма, была довольно давно, и поэтому я сделал небольшой экскурс, так сказать, в прошлое. Значит, обычно считается, что вторая волна феминизма распалась, то есть, само движение феминистическое, движение борьбы за женские права распалось в начале 80-х годов на несколько конкурирующих и даже, на самом деле, воинственно относящихся друг к другу движений. Значит, напомню, что вторая волна феминизма в первую очередь была связана с борьбой женщин за свои социальные права. То есть, в первую очередь, равная оплата труда, равный доступ к образованию. Значит, и развивалась параллельно и при взаимной поддержке с движением за гражданские права. То есть, одновременно с 60-х годов развивалось движение за гражданские права среди расовых меньшинств, в первую очередь афроамериканцев и, соответственно, женщин. Значит, ключевым узловым моментом в борьбе женщин за свои права была проблема гендерных прав, связанных с правом на борт. То есть, про движение ProLife и ProChoice я рассказывал. То есть, соответственно, это два мощнейших сложившихся 70-е годы движения. Одно из них выступает, ставит в центре внимание право женщины распоряжаться своим телом. То есть, право на выбор. Соответственно, другое движение, принципиально важным, считает сохранение жизни человека, жизнь которого они начинают отчитывать от момента зачатия. Вот, то есть, это два мощных движения с десятками организаций, у которых могут бюджеты достигать миллиардов долларов. И после того, как, соответственно, Верховный суд Соединенных Штатов в 73-м году своим решением признает право на аборты и устанавливает запрет на внесение запрета на аборты для законодательства штатов, соответственно, движение ProChoice начинает занимать какие-то, с одной стороны, оборонительные позиции, с другой стороны, пытается расширить право выбора, базируясь на каких-то ценностных вещах. То есть, это, в первую очередь, гендерные, получается, в первую очередь, право женщины распоряжаться своим телом. Значит, а движение ProLife начинает активно нападать на существующие, сложившуюся с этим отношением. Про аборты мы сегодня еще обязательно отдельно поговорим. Значит, это считалось важнейшей победой феминистского движения 70-х годов, плюс к этому, соответственно, был принят целый комплекс законодательства, который, правда, так и не был собран в единый кодекс, но, тем не менее, комплекс законодательства, связанных с правом женщины на равную оплату труда, запрет увольнения по причинам беременности, получается, ограничение в праве приема на работу по половому признаку и так далее и тому подобное. Значит, как я говорил в предыдущий раз, завершился этот социальный, так сказать, процесс принятием в 1993 году, это уже при Клинтоне, закона, акта о праве на неоплачиваемый 12-недейный отпуск для связанных с родами и послеродовым периодом. Значит, впервые в истории Соединенных Штатов это было закреплено. Значит, но к этому моменту феминистское движение стало заходить на новый круг. Значит, почему распалась вторая волна феминизма? Значит, ключевым моментом спора, я напоминаю одну из предыдущих лекций, был спор о порнографии. То есть, феминистское движение четко разделилось на две противооборствующие группировки. Одна, вернее, потока даже, потому что это огромное количество организаций и тех или иных групп, групп давления, я имею в виду, лоббистских структур, в том числе официально зарегистрированных, аккредитованных при конгрессе, при регистраторах штата и так далее и тому подобное. Значит, получается, одна сторона считала, что порнография это один из элементов исторических угнетений женщины патриархальным обществом. То есть, это модель поведения, связанная с насилием, которая закреплена традициями патриархального общества, чуждыми абсолютно интересам женщины, поэтому, естественно, должно быть запрещено. Другое направление феминистского движения четко позиционировало, что женщина тоже имеет право на получение удовольствия от секса и всего, что с этим связано. И, соответственно, это личный выбор женщины. И точно не государство должно регулировать эти отношения. И точно нельзя из морально-нравственных идеологизированных стандартов формировать законодательство, либо какие-то нормы и правила взаимодействия между сторонами общества, в том числе судебных спор. Часто то направление феминистского движения, которое отрицало порнографию, считая ее тяжелым наследием патриархального общества, называют лесбийствующим феминизмом. Потому что, действительно, большинство лесбиянок, которые участвовали в феминистском движении, его поддерживали. Однако не нужно, естественно, считать, что оно было единым и монолитным. Значит, в 80-е годы подавляющее большинство участников активного движения борьбы женщин за своих права, в общем-то, достаточно стихло. То есть, большинство активисток отошли. Но это, в общем-то, общая тенденция всех 80-х годов. 80-е годы – это годы улучшения уровня жизни, исправления ситуации в экономике, возвращения доверия государству, входа, в том числе, законодательного процесса в какие-то определенные рамки, которые удовлетворяли общество. То есть, протестная волна в 80-е годы, в принципе, склынула. С другой стороны, большинство женщин, которые активно, в том числе, радикально, вплоть до экстремизма боролись за определенные социальные права, считали, что к 80-м годам основные права были в той или иной степени закреплены. По сути, действительно, единственный законопроект, который по-настоящему феминистские организации пролоббировали к началу 90-х годов – это, получается, вопрос по оплачиваемому опыту. Однако, получается, что идеология феминизма никуда не исчезла. Деятели были живые и еще молоды. На самом деле, те известные лидеры феминистского движения 60-х, 70-х годов. И к началу 90-х годов возникли в обществе и в публичном информационном пространстве проблемы, целый комплекс проблем, которые необходимо было каким-то образом осмыслить. И осмысление, как это вводится в конце 20-го века, проходило в том числе и на определенных идейных основаниях, а не только связанных с повседневной жизнью общества как такового. Во-первых, с философской точки зрения возникла необходимость рассмотреть человеческое общество с определенной структуралистской точки зрения. То есть, каким образом это общество существует, взаимодействуют люди между собой, взаимодействуют с государством, что является первичным, что вторичным, каким образом соотносится право и закон, а самая главная реализация этого закона. И соответственно, что в данных условиях представляет собой биологический пол, сексуальная ориентация, гендерная идентичность и некоторые другие моменты, связанные с частностями разного рода сексуальной, гендерной, половой идентичности или ориентации. Значит, третья волна феминизма, это термин имеет конкретную дату рождения. Это у нас 92-й год, да, Ребекка Уолкер вводит термин третья волна феминизма, которая, соответственно, объединяет движение, которое возникло для разрешения определенного эда проблем. Часть этих проблем были связаны с продолжением борьбы за социальные проблемы, за решение социальных вопросов. До сих пор у женщин было с мужчинами не равное до конца оплата труда, в смысле доход и уровень жизни. Соответственно, женщины не в равной доле были представлены в органах власти. В 90-е годы, только в 90-е годы, с Конгресса, который избирался в 92-м году, доля женщин, например, в нижней палате Конгресса стала действительно заметной и существенной. То есть, стали больше десяти человек, а до этого это были просто единичные случаи. В Сенате, на самом деле, это произошло вообще скорее уже к началу 21-го века. То есть, вот этот вот комплекс вопросов о равенстве в принятии решения на государственно-политическом уровне, о приоритетах, о возможности заявлять о существовании гендерной политики и гендерных проблем, вот эта волна стала. Значит, вторая проблема на самом деле была в большей степени сформулирована в рамках квир-теории, которую предложила Джудит Батлер. Значит, Джудит Батлер, вот она, соответственно, сверху, вот это, кстати, Ребекка Уолкер. Значит, Джудит Батлер и ее книга «Гендерные проблемы феминизма и проблемы идентичности», собственно, заложила основы современной квир-теории в том понимании, в котором ее рассматривают американское, либеральное, либеральное в американском смысле этого слова, не в европейском, либеральное общество, гендерное феминистское движение, движение ЛБГТ, любые движения за права, в том числе любые права расовые, сексуальные, возрастные и так далее. То есть, соответственно, Джудит Батлер сформулировала проблему следующим образом. То есть, не существует насилия, угнетения или ограничения в правах по одному вопросу без связи этого с другими моментами. То есть, это комплексная проблема. Значит, соответственно, один вопрос идентичности, например, расовый, влияет на какие-то определенные сложности в жизни человека, если он принадлежит к тому или иному полу, к сексуальной ориентации, к гендерному положению, то есть, выполняет ли он функции мужчины и женщины в традиционном области, и в той ситуации, когда общество уже меняет эти роли. Вот, то есть, соответственно, тот же закон 1993 года признавал правильно 12-недельный неоплачиваемый отпуск не только матери, но и отца ребенка. То есть, это был принципиально важный момент, и Клинтон его поддерживал в первую очередь, в смысле, оба, и супруги Клинтон. Значит, потому что Хиллари во многом этот закон и глобил. Значит, кроме того, Джудит Батлер формулирует очень страшную для феминистского движения мысль, которая просто поразила всех и заставила ее считать чуть ли не вообще не главным врагом феминизма, больше чем патриархальное мужское государство, как это зачастую говорилось в идеологизированной полемике. То есть, она сказала, что вопросы гендерной идентичности, то есть, я буду себя вести в этом мире как мужчина, как женщина. Вопросы сексуальной ориентации. Я гетеросексуальный мужчина. Я гомосексуальный мужчина. Я женщина, которая родилась мужчиной. Я – женщина, которая нравится женщине. Я бисексуальный человек и так далее. Я асексуальный человек. То есть, все эти моменты, значит, потом получается и биологический пол. они имеют под собой не биологический характер, а социальный, кроме биологического пола. То есть получается сексуальная ориентация, гендерная идентичность. Их привязка к биологическому полу это всего лишь случайное наследие определенных особенностей развития всего предыдущего общества. То есть, соответственно, в этом и суть Кверхтеории. И каждый человек сам определяет для себя свою идентичность, ориентацию и так далее и тому подобное. То есть вообще свое место в мире, вообще свое отношение во всеми. Значит, почему эта идея абсолютно постмодернистская, то есть именно в постмодернизме, когда возникает всеобщий релятивизм, когда нет точек отсчета, когда получаются ценности относительные, неважно какие, морально-нравственные, материальные и так далее. То есть когда все становится выбором конкретного человека в конкретное время, значит, вот в этой ситуации, с точки зрения классического феминистского движения, она придала интересы борьбы женщин за свои права. То есть она размыла политическую составляющую и отвергла позицию, любую идеологизированную, обоснованную и так далее, каких-то лидеров, и оставила все на выбор каждого конкретного человека. Кроме того, параллельно развивается, соответственно, несколько движений, связанных, например, с, как это называлось-то, секс-позитивный феминизм. То есть это продолжение того процесса, который возник во время войн из-за порнографии. То есть получается, та часть феминистского движения, которая считала, что если женщине нужна порнография, пожалуйста, соответственно, это тоже личный ее выбор. Значит, соответственно, это никак не наследие мужского патриархального общества, это никак не модель эксплуатации женщины, это личный ее выбор. Если она конкретная женщина хочет, она так и действует. Дальше, соответственно, как это называлось, эко-вегетарианский феминизм. То есть получается представление о том, что на самом деле весь мир построен на насилии. Значит, и это насилие может реализовываться во всех способах мужского патриархального общества по отношению к женщине, человека к животным, которых он убивает, значит, соответственно, белых к черным и так далее. То есть это разные проявления одного и того же насилия, которое является какой-то неизменной характеристикой истории развития человечества. И, соответственно, необходимо от этого насилия избавиться, убрать его из повседневной жизни. И внутри феминистского движения были довольно распространенные позиции, что, соответственно, в том числе и на примере освобождения женщины от каких-то шаблонов, стандартов и насилия как такового. Значит, далее, именно с 80-х годов, уже после окончания второй волны феминизма, по-настоящему системно стала подниматься, она вначале была абсолютно не идеологизирована, это были общественные организации, которые боролись за решение конкретных проблем. Борьба против насилия, насилия в семье, домашнего насилия. То есть это гигантская проблема Соединенных Штатов Америки и до сих пор в наше время остается. Значит, соответственно, в принципе, в Соединенных Штатах Америки эта проблема зафиксирована так, как ни в одной другой стране мира. Значит, в первую очередь проблема не в том, что в Соединенных Штатах в американской семье, в том числе традиционной, выше доля насилия, чем в любой другой стране мира. В первую очередь, хотя это возможно, не изглечено, проблема в том, что в большинстве других стран мира, за исключением некоторых стран Европы, нет достоверных данных и такой глубины изучения этого вопроса. То есть неизвестно, больше, меньше, просто недостаточно данных для сравнения. Но именно, получается, в американской традиции борьбы за права и борьбы с насилием, проблемы домашнего насилия, насилия внутри семьи в 80-е годы поднимаются. И все вот эти вот несколько волн к начале 90-х годов схлёстываются, и как ответ на квертеорию, в поддержку квертеории, начинается третья волна феминизма. Третья волна феминизма формулирует проблему следующим образом. Не как мне, будучи женщиной, биологически, например, со всеми исходящими, то есть с гердерной идентичностью как женщины, с идентичностью как, что все люди равны, в том числе по разделу обязанностей внутри семьи, по праву, кто будет сидеть с ребенком, кто пойдет на работу, соответственно, после рождения ребенка и так далее, не важно. Значит, соответственно, не в том плане, что как мне, как женщине, например, идти и бороться за свои права, а как мне лично, как человеку, бороться за свои права, частью которой является проблема, вызванная тем, что я женщина, а в этом обществе сложились определенные гендерные стереотипы. Вот именно вот в таком вот виде третья волна феминизма формулирует большинство проблем. Значит, в течение всех 90-х годов эта проблема оставалась сугубо идеологизированной, и, как часто говорят старые феминистки, боролись с молодыми феминистами. Хотя там на самом деле разделение по возрасту зачастую не такое большое, и часто были перевернутые ситуации, когда немолодые уже женщины боролись за свои права в рамках третьей волны, а более молодые женщины поддерживали классическую борьбу женщин за долю, так сказать, в управлении, за долю в представительстве, в решении классических социальных вопросов, и которые, например, считали, что самая главная проблема, например, это проблема насилия, в том числе насилия в семье, и нужно ли говорить о каких-то абстрактных философских вопросах, когда есть вот эта проблема, за которую все женское движение должно впрячься и только в первую очередь им заниматься. Значит, к 2000 году ситуация достигла определенного критического момента, и две молодые на тот момент женщины, Дженнифер Баумгартен и Эми Ричардс, написали книгу, которая называется «Манифест молодых женщин. Феминизм и будущее», где, как они написали открытым текстом предисловие, мы попытаемся примирить наше современное движение молодых феминисток с нашими матерями, которые боролись за свои права в 60-е и 70-е годы. Значит, где они на самом деле формулировали очень простую проблему, что каким бы образом ни диагностировать причины возникновения этих проблем, проблемы остаются сами по себе и, соответственно, их надо решать. Если каждая женщина, которая участвует в движении, не участвует в движении, будет персонально решать проблемы насилия, угнетения, отстранения, изоляции, персонально для себя, при поддержке других женщин, то и общие проблемы, связанные с положением женщин, переходя на язык второй волны феминизма, тоже будут в той или иной степени решены. И, соответственно, феминистскому движению необходимо взаимопонимание, сотрудничество и движение к, так сказать, светлому будущему. Значит, после этого, этот момент, возникновение этого манифеста считается завершением вот этой вот борьбы остатков второй и начала третьей волны феминизма и окончательного его восстановления. После 2000 года мы в любом случае будем еще про гендерное движение разговаривать, значит, все развивается именно вот в таком вот русле. Кроме того, произошли еще несколько моментов, которые были связаны с гендерными проблемами. И они были достаточно яркими. Я назову только два момента, которые скорее являются не формулированием проблем, не какими-то победами или поражениями, а являются мощнейшими эффектами массового сознания, мощнейшими процессами, вернее так, мощнейшими событиями, которые запустили огромные долгосрочные процессы в массовой культуре и в средствах массовой информации. Первая, это, наверное, вторая по очереди, это очень известная пьеса, в начале англога пьесы, выпущена публикация, потом, соответственно, поставлена на сцену театра, написал ее Эвер Эйслер, монолог Вагины, где, соответственно, было представлено, ну, с социальной точки зрения, большое количество примеров насилия по отношению к женщинам. То есть то, о чем до этого не проговаривалось, очень долгие годы и десятилетия, на примере конкретного человека. Как я уже сказал, третья волна феминизма постмодернистская, то есть релятеристская, отрицает какие-то опоры на жесткие системы ценностей, но она при этом базируется на персональном опыте, не на идеологемах, а на персональном опыте, и, соответственно, на персональной борьбе, соответственно, за свои права и свое личное счастье. И получается, что именно таким образом только и возможно стало достучаться до широкого круга лиц, которые до этого совершенно не были озабочены гендерным движением и гендерными проблемами, только через конкретный опыт, в каких-то случаях страшный, в каких-то случаях противный, конкретных случаев насилия, в том числе домашнего насилия, насилия внутри семьи. Значит, второй яркий пример, связан скорее с политикой, это дело Аниты Хилл против Кларенса Томаса, она началась в 1991 году и продолжалась несколько месяцев, занимала одно из первых мест во всех новостных лентах того времени. Я напомню, я упоминал просто, Кларенс Томас, это судья Верховного Суда, черный, консервативный, республиканец, назначенный Джорджем Бушем Старшим, вернее, назначенный Сенатом в предложении Джорджем Бушем Старшего, с минимальным отрывом 52 голоса за 48 против, в качестве судей Верховного Суда. Вот когда назначение судей Верховного Суда, это крайне важное событие для любой президентской администрации. Не каждому президенту удается назначить более одного судьи за свой срок. То есть Рейгану, как я говорил, и Джорджем Бушем Старшим очень сильно повезло, они сменили вдвоем за три срока больше половины состава Верховного Суда, и поэтому Верховный Суд действительно был долгие годы очень консервативным, потому что республиканский президент в частично республиканском конгрессе могли решить эту проблему. Значит, Кларенс Томас с этой точки зрения был идеальным выбором, то есть он был из расового меньшинства, то есть афроамериканец, что обеспечивало ему в какой-то мере поддержку либеральных кругов, и демократы просто так не могли против него проголосовать. В то же время он был действительно консервативен, он был верующий человек, он выступал против абортов, он выступал за семейные ценности. Именно поэтому шоком было то, что в 1991 году, когда его выдвинули, соответственно, Верховный Суд, и когда вся президентская администрация прекратила всю работу, а в первую очередь занималась только вопросом, как-то всегда водится, выборов Кларенса Томаса в Верховный Суд, Анито Хилл, его бывшая сотрудница, через 10 лет после увольнения предъявила ему обвинение в сексуальных домогательствах. Это был первый в истории Америки случай, когда на таком уровне этот вопрос был вынесен в первичное пространство. Значит, Сенат устроил открытое разбирательство, вот здесь вот получается Кларенс Томас и Анито Хилл стоят рядом, этот раз 92-й, по-моему, уже тут, значит, и приносят присягу, что они будут говорить правду, только правду, и как-то ничего кроме правды, да, на русский обычно переводится. Значит, по этому вопросу Кларенс Томас полностью отрицал, говорил, что это борьба идеологических противников против него, соответственно, демократов, которые хотят провалить его первого афроамериканца в Верховном Суде. Значит, Анито Хилл говорила, что, соответственно, она до этого, естественно, боялась, стеснялась, не считала нужным, было огромное количество встречных обвинений, в итоге все закончилось тем, что рассмотрение дела закрыли. После предложения проверить всех на детекторе лжи, они согласились, Кларенс Томас детектор зуи не прошел, Анито Хилл детектор зуи прошла, значит, соответственно, после этого дела свернули, назначили голосование, значит, дальше дело продолжилось вне рамок Конгресса США, значит, получается, Анито Хилл до сих пор борется за права женщин от сексуального домогательства, возглавляет один из фондов, то есть, ну, понятно, что для нее это был хороший старт, потому что с таким уровнем популярности она могла начать это движение. Значит, соответственно, Кларенса Томаса выбрали с минимальным отрывом судью Верховного Суда, где он находится до сих пор, это сейчас самый долгоиграющий судья Верховного Суда, то есть, с 92-го года он получается. То есть, и вот эти вот два случая, значит, два конкретных примера, очень сильно взбудоражили массовое сознание и выплюснули те вопросы, которые до этого не поднимались и не обсуждались. То есть, те вопросы, на которые была наушена табу. То есть, как в 70-е и 80-е годы вышла в публичное пространство проблема гомосексуализма, которую до этого просто не обсуждали, она не попадала на экраны телевизора, не попадала в газеты, так, соответственно, ну, и борьбы, соответственно, с БГТ-сообществом за свои права, так, соответственно, и с проблемой сексуального домогательства на работе. В первых, здесь же вопрос в том, что она зависима была от него, он был ее начальником, значит, это продолжалось долгие годы, значит, и второе, это вот, получается, вопросы домашнего насилия в семье. Значит, но в то же время нужно иметь в виду, что не все вопросы сразу вышли. То есть, например, проблема педофилии еще все 90-е годы была абсолютным табу, она не поднималась. Вот, когда мы будем говорить про американское общество 2000-е, вот тогда, соответственно, мы эту проблему обсудим, каким образом она была представлена массам сознания. Вот, значит, тем не менее, несмотря на то, что произошли вот такие вот мощные, серьезные события, связанные с гендерным движением, самым главным вопросом, как я уже сказал, в проблемах пола, значит, оставалось, значит, проблемы репродукции, продуктивного здоровья, аборты. Значит, это долгосрочные опросы ГЭЛОПа, значит, соответственно, по поводу того, поддерживают люди аборты, право на аборты, частично поддерживают, то есть с ограничениями. Ограничения касаются, в первую очередь, в случае, если есть опасность жизни матери, если произошло в результате изнасилования инцеста, что у нас еще там, ну, социальные проблемы не учитывались, ГЭЛОП говорил про эти два момента, и категорически против аборта во всех случаях. С 1976 года, здесь до 2009, красными вертикальными линиями выделены 90-е годы. Что мы видим? Что на протяжении очень продолжительного периода американской истории отношение общества практически не меняется, несмотря на мощнейшее движение ProChoice, мощнейшее движение ProLive, огромные деньги, средства, массовые мероприятия, постоянные митинги, пикеты, марши, значит, законопроекты, которые вносятся, отклоняются, в бесконечности соотношения не меняется. Без ограничений поддерживают аборты не больше 20-30% американцев. Не больше 15-20% категорически против любых абортов. И это соотношение за 90-е годы изменилось лишним много. В консервативную точку зрения. То есть в начале 90-х годов было больше, почти 30%, даже чуть-чуть больше было, 30% населения, которые говорили, что право на аборт – это исключительно выбор женщины, вне зависимости от того, в какой ситуации это происходит. Соответственно, вот увеличилась доля таких людей слегка уменьшилась. Увеличилась доля людей, которые говорили, что для этого нужны веские основания. Соответственно, но, тем не менее, ни разу не поменялось законодательство американское, и аборт на ранних сроках был возможен по выбору женщины. Значит, в 90-е годы продолжается ЛБГТ-движение, и параллельно идут два противоположных друг другу процесса. Значит, я напомню, что в 70-е годы начался процесс декриминализации гомосексуализма. Он попадал под законы о садомии. Законы о садомии существовали в уголовных кодексах или их аналогах в большинстве штатов. Вернее, в каждом штате, если не ошибаюсь. Значит, соответственно, они крайне редко применялись, тем не менее, они постоянно присутствовали. Значит, в 70-х годах штаты начинают отменять этот законодательство. Значит, вот на верхней карте синим обозначены те штаты, которые отменили эти законы в 60-е, 70-е, 80-е годы. Зелёным обозначены штаты, которые отменили их в 90-е годы. Жёлтым обозначена Миссуи, где каждый округ решал сам, и там половина штата отменила эти законы. Значит, однако параллельно, после того, как начинают признаваться базовые права гомосексуалов, гомосексуалов, соответственно, признаются, исключается любая трактовка гомосексуализма как заболевание психологическое, то есть устанавливается в массовом сознании представление о сексуальной ориентации, как врождённом, не во всех случаях, и всеми поддерживаем, но тем не менее, в принципе, как врождённая особенность человека. Значит, одновременно с этим начинается, естественно, борьба за гомосексуальные браки, либо гражданские партнёрства, приравненные к ним, и параллельно с декарминализацией гомосексуальных отношений штаты начинают накладывать конституционные запреты на гомосексуальные браки. Соответственно, на нижней карте красным обозначены штаты, которые ввели эти запреты на уровне конституции штатов, либо специальных законов в 70-80-е годы. Жёлтеньким там обозначены, оранжевым, вернее, обозначены два штата, Миннесота и Аляска, которые ввели их в 90-е. Однако одновременно происходят процессы легализации в той или иной степени гражданских партнёрств. Я напомню, что ещё в 80-е годы, в конце 80-х, в городе Беркли в Калифорнии, под давлением, в том числе, городского совета, значит, было принято и поддержано мэром, решение о том, что в тех случаях, когда это касается вопроса медицины, то есть здравоохранения, когда, соответственно, человек лежит в больнице, не может, не в состоянии определиться, либо принять решение, либо, соответственно, просто находится в медицинском учреждении, и то, естественно, к нему в первую очередь допускается его муж или жена. В данной ситуации, в случае, если это гомосексуальная пара, это было невозможно. Тем не менее, это создавало огромные проблемы, проблемы практические, проблемы судебных претензий со стороны фактических партнёров людей, которые попали в медицинские учреждения. И Горсовет Беркли, базируясь в первую очередь на практическом подходе, признало, что в этом случае гражданские партнёрства однополые признаются, точно так же, как браки, и, соответственно, все права, связанные с принятием решения за человека больного, находящегося в таком состоянии, либо, соответственно, просто доступа к нему, решаются, примерно, точно на таком же уровне, как в ситуации с браком. Значит, подобные же предложения попытались провести в штате Гавайи, однако, после долгого судебного разбирательства на уровне Верховного Суда Штата, значит, соответственно, тем не менее, был наложен запрет на гомосексуальные браки и партнёрство на территории Гавайи. Единственный штат, на территории которого гражданские партнёрства были узаконены, это штат Вермонт, то есть в 2000 году. То есть, получается, что одновременно началось два процесса в некоторых штатах. Гражданские партнёрства, именно, кстати, вначале были признаны гражданские партнёрства в Калифорнии, но это была, по сути, декларация, то есть они не приравнивались к браку по имущественным вопросам. Это, в первую очередь, касалось по модели Беркли, города Беркли, соответственно, только вот вопросов, связанных с медициной, состоянием человека, значит, с жизнью и здоровьем. Значит, первый штат, который признал гражданские партнёрства гомосексуалов, равных браку, по всем, в том числе имущественным вопросам, связанным с вопросами наследования и так далее, это был штат Вермонт в 2000 году. И решил штат, по сути, вынужденно, то есть они очень долго оставляли в законодательстве штатам в подвешенном состоянии вопрос, кто может вступать в брак. Если другие штаты решали вопрос очень просто, либо уже в 2000-е годы говорили, что это союз двух людей, либо, соответственно, просто союз одного мужчины и одной женщины, соответственно, меняли старые, с XVIII века существующие законодательства, то в Вермонте, значит, вот эта вот их попытка оставить всё в подвешенном состоянии вызвала протест суда штата, суд штата, велел ли вислатуре разобраться с этим вопросом и принять решение, принять закон, который не допускает двоякого толкования. Потому что закон вызывал двоякое толкование, огромное количество судебных исков, связанных, получается, с наследственными правами, с проблемами доступа в лицеских учреждениях и так далее и тому подобное. Соответственно, и под этим давлением легислатура штата Вермонт всё-таки собралась и приняла абсолютно либеральное решение, что гражданские союзы полностью приравнены к браку между мужчиной и женщиной, соответственно, по всем абсолютно вопросам, связанных со всеми сферами жизни. Значит, это произошло в 2000 году. Значит, всегда рассказывал про расовое неравенство. Здесь выложена табличка, её потом можно будет самостоятельно посмотреть. Значит, если мы посмотрим статистику бедности, то за 90-е годы произошла следующая картина. То есть, среди белых доля бедных не увеличилась, а вот, ну, осталось примерно на одном уровне, среди чёрных доля бедных существенно уменьшилась. Это самый низкий уровень бедности среди чёрного населения, и именно в 90-е годы в этом отношении наступил прогресс. Значит, причиной этому, в том числе, большое количество государственных программ, в первую очередь принятых на уровне штата, по социализации жителей трущоб, то есть чёрно-бедных. Значит, и именно в 90-е годы очень значительная часть таких районов была в той или иной степени реконструирована, расселена. Если вы посмотрите, практически все проекты муниципальных реформ, связанных с градостроительством в Соединённых Штатах, проводились как раз в конце 80-х, в 90-е годы, и они в первую очередь были направлены на ликвидацию проблемных районов. Значит, тем не менее, в городах, которые относились к тому моменту, гарантированно к ржавому поясу, подобные процессы все буксовали и являлись, по сути, только коррупционными схемами, то есть, естественно, в котором участвовала, в том числе, и местная власть. То есть, города ржавого пояса в первую очередь распределяли деньги, связанные со строительственным выделением участков, но, соответственно, социальные проблемы при этом не решались. И города в ещё большей степени нагружались проблемами. Тем не менее, в крупных городах, как Нью-Йорк или Лос-Анджелес, где после мощнейшего бунта 92-го года, в котором пострадали тысячи человек, были, соответственно, уничтожены сотни магазинов и учреждений, то есть, получается, был бунт в чёрных районах Лос-Анджелеса, правительство города приняло принципиальное решение по проведению трущоб в какой-то порядок. Значит, если мы посмотрим, соответственно, на доходы населения, то доходы чёрных по отношению к белым увеличились. На 90-е годы были 58%, к 2000 году 64%. Значит, та же самая картина примерно была у латиноамериканцев, в смысле, динамика отсутствовала практически, но, тем не менее, уровень был толще. Ну и азиатское население по-прежнему оставалось самым богатым и отрыв ещё в большей степени увеличился. То есть, в среднем, американец азиатского происхождения зарабатывал на 15% больше, чем американец белого происхождения и в два раза больше, чем, например, латиноамериканец или афроамериканец. Вот. Так, значит, про смертную казнь обязательно скажу несколько слов. Значит, в 90-е годы начинается, по сути, реставрация смертной казни по-настоящему. То есть, я напомню, что она была возобновлена в конце 70-х годов. Однако, в 80-е годы её применение было не очень большое. Вот здесь вот получается. Вот эта вот яма – это как раз период, когда смертная казнь была невозможна по нескольким законодательным казусам. После того, как, соответственно, Верховный суд признал, что смертная казнь, возможно, и не является жестоким или необычным наказанием, соответственно, что заключено при институции, после этого начала расти смертная казнь. И вот этот вот пик, который вот последний, это пик второй половины 90-х годов. Билл Клинтон, будучи в крайней степени либеральным президентом, тем не менее, был южанином и поддерживал смертную казнь. Более того, Билл Клинтон вернул смертную казнь на федеральном уровне. И за время президентства Билла Клинтона в Соединённые Штаты Америки, то есть сама федеральная власть, казнила трёх человек. Однако, нужно иметь в виду, что процессы по постепенной отмене смертной казни продолжались. Но за 90-е годы ни один штат не отменил смертной казни. Единственный штат, в котором был наложен мораторий, который сохраняется до сих пор, это штат Байовин, он жёлтеньким обозначен. Соответственно, там в 90-е годы был наложен временный мораторий, он до сих пор остается. Синьим и зелёным обозначены штаты, в которых на тот момент была отменена смертная казнь. Значит, однако, с федерального правительства казнило трёх человек. Американские вооружённые силы, которые обладают самостоятельной субъектностью в отношении смертной казни, не казнили ни одного человека с 60-х годов. Большинство смертных казней осуществлялись на уровне штатов. Всего за 90-е годы на территории Соединённых Штатов было казнено около 500 человек. То есть, здесь обозначены штаты. Чем темнее цвет, тем больше смертных казней проводилось. Чем больше круг, тем, соответственно, больше смертных казней проводилось. Значит, если мы посмотрим на эту карту, то увидим, что половина всех смертных казней в США проводилась в штате Техас. То есть, в штате Техас смертная казнь проводилась в среднем раз в 10 дней, а то и чаще. В конце 90-х годов было чаще. Ни один судья на территории штата Техас в 90-е годы и не думал поднимать вопрос о том, что смертная казнь – неприемлемый способ наказания. Значит, я нарисовал ещё вот такую карту, чтобы было ещё более понятно. Значит, здесь то же самое, только собрано по группам штатов. Ну, посмотрим, что 90% смертной казни проходило на юге. Значит, штат Техас и Оклахова на них приходилось где-то 45% и 45% приходилось на все остальные южные штаты. То есть, классический юг считал, что смертная казнь – подходящий способ наказания. Вот. Остальные штаты, соответственно, даже если мы вернёмся на две карты назад и увидим, что красным закрашена большая часть Соединённых Штатов, если мы вернёмся сюда, то увидим, что некоторые штаты остаются белыми. Значит, там смертная казнь сохранялась, но тем не менее за 90-е годы ни одной смертной казни не было проведено. Что интересно, посереди юга находится Миссисипи, в котором потом в 2000-е годы казнили много людей, но позиция губернатора Миссисипи в 90-е годы привела к тому, что смертная казнь не реализовывалась. И если выносился смертный приговор, он откладывался. Потому что все прекрасно знали, что если будет назначена дата казни, у осуждённого есть последняя попытка обратиться к губернатору, и губернатор, соответственно, его, скорее всего, помилует до пожизненного заключения. И поэтому, соответственно, находящиеся приговорённые к смертной казни просто-напросто оставались в подвешенном состоянии и посидели там 10 лет. В Соединённых Штатах именно после 70-х годов складывается ситуация, что иногда между моментом приговора и моментом исполнения наказания могло проходить 10-20, максимум, он был 31 год. Такая ситуация. Так, по этому блоку вопросы есть? Да, скажите, пожалуйста. Вот в последний момент более чёткая характеристика того, именно почему оценка был на юге по количеству смертных казней. И предыдущая тема – это в связи с чем увеличились доходы Чёрных и Латинцев по сравнению с ними. Значит, про доходы я вас адресую к одной из предыдущих лекций. Кратко скажу, что, соответственно, в 80-е годы были действительно проведены серьёзные реформы, когда экономика развивалась, безработица падала. И, соответственно, общий уровень жизни населения, благодаря реформам 80-х годов, в 90-е росли быстро. Кроме того, значит, как я сказал, администрация Клинтона с экономической точки зрения была достаточно эффективной. И общий уровень жизни американцев в 90-е годы вырос. Так как, соответственно, при этом проводились программы, связанные с жилой средой тяжёлых районов, то, соответственно, издержки, связанные с проживанием, для малообеспеченных слоёв уменьшались пропорционально в большей степени, чем для высокообеспеченных. Так как значительная часть малообеспеченных слоёв населения относились к латиноамериканцам и афроамериканцам, значит, это затронуло в большей степени. В целом, все американцы стали жить лучше, но, соответственно, чёрные латиноамериканцы пропорционально, чуть быстрее их уровень жизни улучшался. А конкретные цифры и прочее я, соответственно, в одной из предыдущих лекций точно рассказывал. Значит, что касается смертной казни. Значит, на юге смертная казнь считается, как и некоторые другие вещи, традицией, значит, как наказание, способное с точки зрения подавляющего большинства южных юристов, значит, остановить насилие, то есть угроза смертной казни снижает количество преступлений, как считается, и является, ну, так сказать, самозмерным наказанием за те преступления, которые эти люди совершили. Несмотря на то, что статистика не показывает, что наличие смертной казни приводит к уменьшению количества преступлений, на самом деле, нисколько, нет вообще никакой зависимости, тем не менее, то, что называют на севере, особенно в штате Массачусетс, который, наверное, дал наибольшее количество борцов за отмену смертной казни, это юридическая столица США, город Бостон, соответственно, это сговор всего южного эстеплишмента, правовой системы, судов, прокуратуры, значит, по этому вопросу. То есть большинство американцев на юге считает, что смертная казнь уменьшает количество преступлений и, соответственно, является справедливым наказанием за эти преступления. То есть это реакция на настроение в обществе. На севере настроения иные, и, соответственно, они менялись медленно, и чем быстрее они менялись, тем, соответственно, быстрее штаты приходили к необходимости отменить смертную казнь. Некоторые штаты при Озерье отменили смертную казнь вообще в XIX веке. В штате Мичиган смертной казни не было никогда, например. То есть сразу при создании штата в 1868 году там в Конституции было написано, что смертная казнь запрещена. Массачусетс смертную казнь отменил в первой половине XIX века, по-моему. Ну, то есть там старая история борьбы за право на жизнь в таком вот виде. Значит, она развивалась очень по-разному. Вообще история смертной казни в Соединенных Штатах – это очень интересная вещь, потому что особенно то, что произошло после 70-х годов, это единственный в мировой, наверное, истории нового и новейшего времени пример, когда произошел откат. То есть от стандартного процесса гуманизации. То есть когда традиционные форматы применения наказаний напрямую связаны с необратимыми решениями, то есть лишения человека жизни, значит, соответственно, возобновились. То есть в том числе в части случаев на юге, например, в Вирджинии, это трактуется с морально-нравственной точки зрения, что это справедливо. А в некоторых штатах, как, например, в Техасе, трактуется всегда так было, всегда так будет. То есть зачастую это официальная позиция. То есть любые апелляции, например, у штата, связанные с приговоренным к смертной казни, по законодательству штата Техас, не помню какого именно уровня, то есть это отдельная годификация или что-то разрозненное, запрещено мотивировать смягчение наказаний, пересмотр дела тем, что по делу вынесен смертный приговор. Запрещено в прениях на уровне апелляции хоть каким-то образом поднимать вопрос о правомерности смертной казни как наказания. То есть это не рассматривается. Адвокат, который этот вопрос поднимает, будет наказан судьей за неуважение к суду. То есть это Техасская провинция. Техас и Оклахума это почти половина смертных приговоров на территории США. Два штата, которые очень близки по построению Адвокатии. Так, пожалуйста. Я читал о том, что бывали такие случаи, когда рассмотрение дела какого-то преступника переводили из одного штата в другую, именно потому, что в том штате, где он совершил преступление, не было смертной казни. А его переводили туда, где была смертная казнь. Нет, это невозможно. То есть все, что возможно, это донести вопрос о приговоре до Верховного суда. В США три уровня, ну, по уголовным преступлениям, связанных с жизнью человека, и три уровня суда, то есть суд, который вносит приговор, апелляционная инстанция и Верховный суд США. На уровне Верховного суда США рассматриваются только конституционные вопросы. То есть является, в данном контексте является ли смертная казнь, в данном случае, приемлемым с точки зрения конституции в Соединенных Штатах приговором, и не были ли нарушены иные конституционные права при рассмотрении этого дела. Это не перенос рассмотрения дела в другой штат, ни в коем случае. Это просто перевод решения вопроса на конституционный уровень. То есть, по сути, Верховный суд США в данной ситуации выступает как конституционный суд любой другой страны. Значит, в Соединенных Штатах есть точное распределение преступлений на федеральный уровень штатов и муниципальный уровень. Муниципальный уровень не занимается, по сути, уголовными преступлениями, там всякая мелочь, хулиганство и так далее, которое решается административно. Ну, у них как? У них административных, по сути, нет, они все равно уголовные. В том числе, они людей сажают очень много за всякую ерунду. То есть, в США очень много вообще заключенных, там могут на полгода посадить за то человека, за что у нас там штрафуют, на самом деле. И при этом это не является для человека каким-то таким, по этим вот конкретным делам, пятном, значит, кто угодно может попасть. Вот они как раз в этом отношении, по части дел, как говорится, от тюрьмы не зарекайся. Значит, преступления, связанные с личностью, значит, все рассматриваются судом штата. Это только законодательство штата. Никогда один штат не передаст другому штату. Если только другой штат не затребует к себе это дело, ввиду того, что... Не это дело, вернее, этого заключенного, ввиду того, что на территории того штата он совершил более серьезные преступления. Кроме того, есть федеральные преступления, применительно к смерти и казни это терроризм, то есть там два вопроса, терроризм и серийные убийства. Значит, серийные, причем там есть очень четкие ограничения, что либо группа элит в рамках какой-то организованной преступности, либо, и там четкая серия определяется, то, что расследует ФБР. Но часть федеральных дел, подследственные, соответственно, совместно с полицией, а полиция вся точно не федеральная, в США практически нет федеральной полиции, кроме там охраны некоторых министерств, возможно, значит, и то это чаще всего полиция какого-то министерства конкретного. Значит, эти вопросы все равно рассматриваются на уровне штата. По тем вопросам, по которым рассмотрение исключительно федеральное, вот те три случая в 90-е годы были, когда человека приговорили в смертной казни. В том числе, например, Тима Тимакея, который взорвал дом в Оклахома-Сити в 95-м году, когда погибли сотни людей. Вот и там ЦВЗ внутри зимы. Не переводят из штата в штат в дело. А можно спросить, вот как раз вот о чем вы говорите, что вот нарушение, понятие нарушение в законе, оно при таком различии, собственно, национальности, культуры, вот этого всего, оно очень такое вот, очень разное, очень субъективное, как все, то есть... Я понял, я понял вопрос. Нарушение правопорядка. Вот у меня, ну, любое нарушение. Это вопрос национальных, расовых традиций, то есть вопрос, который абсолютно острый для Европы. И вот у меня получилось так, я, может быть, я неправильно поняла, я поняла, что вот как бы из того, что вы сказали, у меня получается, что нарушение регулировалось согласно правам принятых в странах Азии. Правильно? Почему в странах Азии? В каждом штате. Потому что вы сказали, что они были самым высокооплачиваемым... Так, подождите, мы сейчас... А, я понял. То есть вы сейчас говорите про равенство расовое по... Нет, вот понятие нарушение. Вот для меня одно для... Подождите, давайте не будем путать, это разные вопросы. Значит, уровень дохода американцев-азиатского происхождения, отдельный вопрос, я частично его касался, это другой уровень образования, другой уровень источника миграции и так далее. То есть мы его частично касались, я к нему вернусь в одну из следующих лекций. Что касается правовых норм, то в отличие от многих стран Европы, в Соединенных Штатах отсутствует в большинстве, в подавляющем большинстве случаев смягчающие обстоятельства, либо учитываемые законом обстоятельства, связанные с обычаями или происхождением человека. То есть равенство перед законом жестокое и абсолютное. То есть человека, вне зависимости от его происхождения, по закону судят одинаково. Ну, естественно, как вы прекрасно понимаете, в многих штатах есть свои сложившиеся традиции и к 90-м годам зачастую во многих южных штатах полностью сохранялось предвзятое отношение, например, к преступникам-афроамериканцам. И они не получали зачастую должного уровня защиты. То есть адвокаты отрабатывали просто, соответственно, не так, как это необходимо. Это часто являлось причиной для апелляции в вышестоящих инстанциях. Но изначально, получается, это проблемы настроения в обществе. Точно так же, как, соответственно, вся судебная система в той или иной степени зависит от настроения в обществе и каким-то образом на нее реагирует. То есть, если какой-то судебный процесс вызывает резонанс в следствии от массовой информации, то, естественно, судья не может не реагировать на это настроение. Вопрос, как он будет все-таки принимать решение в этой ситуации. В Соединенных Штатах выносят решение по уголовным делам заречающими исключениями присяжные, но в случае уголовного преступления непосредственно наказание назначает судья. То есть, присяжные решают, виновен или невиновен, значит, соответственно, судья назначает наказание. По гражданским делам присяжные могут, большинство гражданских дел, особенно связанных с финансовыми претензиями, то, что у нас зачастую регулируется арбитражами, и то, что у нас регулируется судом общей резиденции в виде претензий, например, человека по потребительским вопросам и так далее, то есть, у них решается судом присяжных. И в этой ситуации суд присяжных назначает штраф, размер и компенсацию, которые в законах прописаны в большинстве случаев, в большинстве штатов крайне абстрактно. Поэтому в тех случаях, когда, соответственно, присяжные становятся на сторону истца, который, например, пострадал от какой-то там табачной компании, еще что-то, они могут вносить приговоры, которые могут заключаться в сотнях миллионах миллиардов рублей. Это известные вот эти случаи, когда, соответственно, правовая система отрабатывает таким образом. Значит, насколько я помню, уже в 2000-е годы статистика была следующая, что в 20 или 30% случаев, в зависимости от штата, размер этих компенсаций штрафов изменялся судьей самостоятельно. То есть, судья считал, что присяжные приняли решение наказания, определили их как чрезмерное, и самостоятельно снижал размер удовлетворенных, так сказать, требований и всех этих компенсаций и так далее. В большинстве случаев это в апелляции оспаривалось, и я так понимаю, что в половине случаев решение судьи отменялось. Ну, то есть, по гражданским делам выносит суд присяжных, по, соответственно, уголовным делам наказание непосредственно определяет судья. И, естественно, судья не может не зависеть от общественного настроения и от каких-то своих личных взглядов, убеждений, может быть, предвзятого отношения или какой-нибудь к иной расе, по возрасту, кто его знает. Значит, но, соответственно, есть судебная система, в которой есть понятие апелляции. Так, значит, сейчас мы переходим к технологиям, то есть наука и технологии, по сути технологии, науки в этот раз будет немного. Значит, сейчас мы уже подошли к тому моменту, когда какие-то нововведения технологические, какие-то изменения касаются непосредственно нашего личного опыта. Поэтому в некоторых случаях я буду пропускать или апеллировать к тому, что нам и так по умолчанию должно быть в той или иной степени известно. Значит, я имею в виду конкретные проявления конкретных феноменов. Поэтому я в первую очередь буду описывать процесс. Значит, в 90-е годы продолжается цифровая революция. И именно в 90-е годы она таковой называется. Если не ошибаюсь, термин этот впервые был употреблен как раз в 92-м году, применительно к тому, что сделал электронно-вычислительные машины, то есть компьютерная революция и интернет с точки зрения повседневной жизни и экономики. То есть в 90-е годы возникает первый интернет-банкинг, к концу 90-х годов появляются первые интернет-магазины. Понятно, что с программной точки зрения это были достаточно примитивные платформы. И важнейшим условием для этого является существенное изменение на уровне железа, так сказать, на уровне непосредственно оборудования и на уровне программного обеспечения. То есть 90-е годы это продолжение бурного развития компьютерных технологий и революции в области программного обеспечения. Тем не менее, именно в 90-е годы складываются стандарты, значит, рыночные, тем не менее, по факту являющиеся в той или иной степени монопольными. И именно вопросы, связанные, например, с резким доминированием программного обеспечения корпорацией Microsoft, в первую очередь всех вариантов операционной системы Windows, и особенно, что стало в 90-е годы актуально браузера Internet Explorer, значит, стало предметом для очень серьезных споров и дискуссий. И страхов в американском обществе, которое в очень значительной степени выступало за свободный рынок. И свободный рынок, который на глазах многих, казалось бы, приобретал свойства монополизации, очень многих принципиально пугал. Тем не менее, надо, соответственно, сказать, что в 91-м году появилось ядро Linux, значит, ну как оно на самом деле, я так понимаю, Linux Torvald, он не американец, он европеец, значит, он его начал писать с 89-го года, в итоге написал и выложил в открытый доступ. То есть, большинство свободного программного обеспечения на уровне операционных систем и серверных, и для операциональных компьютеров, за исключением линейк Macintosh, Apple и Microsoft, в основном базируется на Linux. Однако, нужно иметь в виду, что коммерчески успешные Linux-подобные системы стали появляться только в 21-м веке, причем к концу первого десятилетия. Значит, тем не менее, большинство программистов, которые в той или иной степени писали что-то уровня операционной системы, что-то уровня серверного программного обеспечения, они обязательно обращались к Linux. Только в современное время, буквально последние лет 5-6, стало понятно, насколько важным было событие выкладки в свободный доступ ядра Linux. Только лет 5 назад смогли посчитать, сколько на самом деле стоило то, что выложил Torvald в открытый доступ. То есть, по современным подсчетам, это не менее, чем 200-300 миллиардов долларов. То есть, то, что он выложил в тот момент, с точки зрения последствий, стоило 200-300 миллиардов долларов минимум. Это не считая моментов, которые могли бы быть закреплены в патентном праве. Это только связано с разработкой будущего программного обеспечения, только в прямых направлениях, которые не вызывают никаких сомнений. Значит, в 93-м году появляется процессор Intel Pentium, то есть, соответственно, который, первая версия она не пользовалась спросом, а вот уже вторая, с 95-го, по-моему, года, она становится неизменным процессором для подавляющего большинства массовой компьютерной техники для всего мира. То есть, и массовая компьютерная техника для всего мира начинает массово штамповаться на территории, в первую очередь, восточно-азиатских тигров, то есть, Тайваня, ну, отчасти, конечно, Гонконга, Южной Кореи. Вот уже в последующее время к этому присоединяется Малайзия, а потом и Таиланд, и Китай, и так далее. Вот, значит, до сих пор большая часть непосредственно компьютеров, если не ошибаюсь, штампуются на Тайване. До сих пор один из самых распространенных процессоров это Intel, значит, и корпорация Intel с тех времен одна из крупнейших структурных подразделений компании, занимающихся производством ну, вычислительной техники, используем такой термин формальный. В 93-м году корпорация Microsoft выпускает первую операционную систему Windows NT, значит, линейки Windows, значит, после этого уже через пару лет появится Windows 95, значит, и к началу 2000-х годов, потом уже был там, что, XP у нас, да, следующий был? Я уже не помню, что это. XP, по-моему, 95, потом XP, ну, из таких более-менее стабильных. Вот, значит, где-то тут, наверное, на следующем слайде было же. Также в 90-е годы складываются основные языки программирования, то есть Java и C, вот, то есть, в общем, практически все, что существует сейчас, было заложено в 90-е годы. Значит, из сферы массовой культуры появился такой серьезный носитель, как DVD-диск, то есть, в отличие от CD, на который вмещалось несколько сотен гигабайт, появился DVD-диск, в который можно было вместить несколько гигабайт, вот, в зависимости от того, односторонний, двухсторонний, сколько у него там было слоев, я думаю, что DVD-диск уже помнят все. Что означает размер нескольких гигабайт? Это обозначает то, что теперь стало возможно продавать на нормальном носителе, принципиально адаптированном к персональному компьютеру фильмы, то есть, фильмы-кино. И если до этого основной вопрос, связанный с массовой культурой, был связан с технологией, стандартами, например, видеокассет VHS, вот, какая-то была определенная зависимость от CD-дисков, это, ну, это в первую очередь, все-таки музыка, а не фильмы, то DVD-диск – это настоящая революция с точки зрения распространения крупного видеоконтента. И первые DVD-диск – это изобрели японцы, то есть, в Соединенных Штатах очень долго этот формат, на самом деле, продвигался. Если Япония уже снабжала практически всю технику года с 93-94 DVD-ромом, то, соответственно, в Соединенных Штатах это произошло года на 2-3 позднее. Более того, многие программные продукты поначалу не были адаптированы к прочитыванию DVD-диска, то есть, это было определенное своеобразное отставание. Так, значит, а вот, да, значит, соответственно, статистика. Это весь мир, значит, если в 90-м году в мире было 2 миллиона 800 тысяч пользователей интернета, то к 2000 году стало 600 миллионов. Доля выросла от 0,05% до 11%. Значит, и сотовые телефоны, значит, если было 12,5 миллионов, стало 1,5 миллиарда. И вместо четверти процента стало 9-5 миллиарда. То есть, второй этап цифровой революции, объясняя, заключается, в первую очередь, в том, что технологии были распространены на максимальное количество пользователей, а это создало рынки. Значит, здесь я также продолжаю табличку прошлого времени. Значит, если в 89-м году 15% семей, в том числе 30% семей с детьми владели домашним компьютером, то в 2000 году 51% семей и 2,3% семей с детьми владели компьютером. При этом, на 90-й год статистики я не нашел, а на 2000-й год 43% семей имели интернет на национальном компьютере. Значит, интернет в 90-е годы был не широкополосный, то есть, практически весь интернет до самого конца 20-го века был через модель, то есть, он напрямую зависел от телефона и сети. Спутникового интернета, как вы сами понимаете, практически не было, но тут все вопросы последней мили решались поначалу операторами телефонной связи. В первую очередь, вначале это был лидером корпорации AT&T, то есть, крупнейший телекоммуникационный оператор тогда, то есть, корпорация, которая владела телефонной связью в Соединенных Штатах, то есть, компания, которая создавалась с большой долей государственного участия и, соответственно, после этого она стала, в общем, своеобразным таким структурным монополистом, многими в американском правительстве воспринимаемыми как системой. Тем не менее, бурное развитие интернет-технологий привело к тому, что, соответственно, стали к концу 90-х годов появляться и конкуренты. Значит, после того, как стали прокладываться оптоволоконные линии, значит, на территории США это началось в самые последние годы 20-го века, значит, появились провайды, которые тянули последнюю милю уже пользователям отдельно, соответственно, не через модемы. Но это, скорее, эффект, который стал массовым, более-менее статистически значимым с 2003 года. Значит, в 92-м году был принят закон о науке и передовой технике, он назывался, акт, значит, по которому интернет стал доступен, то есть я напомню, что до этого это была сеть ARPANET плюс NSFNET, то есть связи между образовательными учреждениями, и ARPANET вообще достался в наследство от структур систем Пентагона, значит, он был открыт для коммерческого доступа, с патентованием, с каких-то разработок, сегментов, с появлением, получается, всех сервисов, начиная от графических редакторов, заканчивая всеми интернет-форматами. Значит, электронная почта, сайты, интернет-магазины, системы электронных платежей, первые из них стали появляться там с 93-го года, именно в США впервые они и появились. Вот, значит, вот там вот вверху принципиально важный график, я его на предыдущем слайде не нашел, его надо было туда вынести. Это доля, до 2003-го года там доведено, это доля браузеров разного производства. Значит, получается, с 96-го по 2002-й год доля интернет-эксплорера выросла с 4-х до 90 с лишним процентов. То есть, именно в тот момент возник настоящий ужас перед компанией Microsoft, которая, казалось бы, контролировала все браузеры. Какая была проблема? Проблема была в том, что большинство форматов приложений, которые бурно в тот момент развивались, не могли быть развернуты, просто говоря, открытыми на персональном компьютере, в том числе те, которыми обменивались в интернете, в случае, если они не были адаптированы для пользователя, который пользовался программным обеспечением компании Microsoft и браузером Internet Explorer. Значит, то же самое. Ни один интернет-формат в 90-е годы, получается, не мог, ни один веб-сайт не мог на самом деле существовать в том формате, который противоречил в той или иной степени текущему программному обеспечению компании Microsoft. Значит, в чем еще была, кроме этого проблема, значит, все прекрасно знают, что Windows, кроме Windows сервера, то есть Windows для персональных компьютеров, написан явно не на ядре Linux, создан совсем по другой модели и является с точки зрения программистов неудачной, большинство программистов, неудачным способом реализации операционных систем. В связи с этим подобная монополизация вызвала не только протесты и определенное, не сказать, что предвзятое, обослованное, в какой-то степени предвзятое отношение компании Microsoft, но и, соответственно, вызвало огромное количество долгосрочных споров, которые привели к, уже после бума Даткома, о которых я говорил, то есть бума интернет-компаний, которые боролись за рынки и финансирование в конце 90-х годов, когда стало понятно, что через интернет очень выгодно покупать и продавать, это резко расширяет рынок. После того, как бум Даткома закончился и выжили оставшиеся компании, вот эти компании уже относились к программному обеспечению не с точки зрения сиюминутной реализации программных продуктов, а с точки зрения настроений в обществе и тех страхов, которые были связаны с монополизацией. Именно поэтому история экспансии всех компаний, которые связаны с интернетом, программным обеспечением и производством непосредственно компьютерной техники, они всемирно известны, в 2000-е годы базировались на этой основе. Поэтому Apple, Google это то, что вызывает несколько иные отношения в обществе, чем компания Microsoft, а у, соответственно, Билла Гейтса репутация похуже, в целом, чем у исследователей компании Apple или Google. Вот, значит, ну или Facebook, хотя там посложнее, да. Значит, соцсетей в 90-е годы, конечно, не было. Так. Почему пузырь Даткома? Я в прошлый раз рассказывал, в прошлой лекции, а то мы не успеем. Так, значит, что у нас получается в сфере биотехнологий. 90-е годы это дальнейшие работы в направлении клонирования, причем параллельно идет огромная, мощнейшая, одна из самых дорогостоящих в истории медбиологии и биотехнологий программа геном-человека. Значит, в 92-м году, да, расширка геном-человека, я имею в виду, в 92-м году из института, который, государственного американского, который курирует этот проект, уходит его руководитель Георгий Солнцем, значит, который начинает массовую критику этого проекта, что создаются несколько параллельных исследовательских центров, которые ставят в приоритет не только, получается, расшифровку генома, но и ставят под сомнение любые возможности закрепления авторских прав за расшифрованными элементами генома-человека. То есть геном-человек и его расшифровка являются всеобщим достоянием, должны быть свободны, люди должны, и следователи должны быть абсолютно свободны в своих дальнейших исследованиях, человек – царь природы и он должен, может сам прекрасно решать, каким образом ему обращаться со своим геномом, вернее, со своими генами, на основе расшифрованного генома. Параллельно происходят процессы, связанные с клонированием ужиней-копитающих, то есть в 90-е годы это речь как доли, это, правда, не Соединенные Штаты, а Шотландия, но, тем не менее, это производило, естественно, огромное впечатление на все общество во всем мире. Кроме того, в 90-е годы происходит настоящая, окончательная настоящая революция на рынке семян некоторых технических культур, в первую очередь хлопчатника и сои. Корпорация Монсанто выводит на рынок геномодифицированную сою и хлопчатник. Кроме того, он избавляется от всего предыдущего бизнеса, который связан с производством химии гербицидов и полностью скупает десятками компаний, которые до этого производили, занимались селекциями семян, десятки исследовательских лабораторий и, кроме того, начинает скупать огромное количество земли и становится практически к началу 20-го века одним из крупнейших, сейчас, по-моему, вообще это крупнейший землеводелец Соединенных Штатов. То есть оборот компании в настоящее время составляет десятки миллиардов долларов, чистая прибыль 3-4 миллиарда долларов ежегодно. Большая часть выручки компании пускается в новые исследования геномодифицированных растений и производства геномодифицированных семян. То есть уровень вклада корпорации Монсанто в развитие биотехнологий и их складывание рынка, связанное с биотехнологиями, невозможно переоценить. То есть это тот пример, когда корпоративный бизнес сделал с точки зрения исследований и внедрений гораздо больше, чем любые независимые напрямую от рынка исследовательские проекты. Кроме того, вообще 90-е годы в Соединенных Штатах это период увеличения, дальнейшего увеличения финансирования всего, что связано с медициной и здравоохранением. Вот здесь диаграмма, какая доля ВВП стран приходится на здравоохранение. Если вы посмотрите, наметившийся в 80-е годы отрыв к 2000 году стал окончательно закрепленным. Если большинство стран Западной Европы на здравоохранение, ну кроме Соединенного Королевства, для государственной системы здравоохранения, тратили около 10% ВВП для здравоохранения, то США приблизилось к 15%. С учетом того, что США одна из самых богатых стран мира, с учетом того, что ВВП США это гигантская по размерам величина, можно представить, какое количество средств дополнительно вкладывались в разработки медицинских технологий, оборудования медицинской техники, фармацевтики, диагностики и так далее. Именно поэтому к концу 20-го века Соединенные Штаты не просто выходят на первое место в мире по количеству патентов во всех этих сферах, но и представляют собой мощнейший рынок исследований и внедрений во всех сферах, в первую очередь в сфере диагностики. Отчасти это связано с тем, что именно в Соединенных Штатах вопрос диагностики в гораздо меньшей степени затрагивался субсидированием расходов на него. То есть вопросы диагностики в Соединенных Штатах были во многом возложены на потребителей. Потребитель, по особенности мышления, хочет знать, что с ним происходит. То есть человек, который обращается в медицинское учреждение, перед тем, как принимать решение о том, каким образом он будет лечиться, значит, он хочет знать, что непосредственно с ним происходит. И поэтому тратить на диагностику среднестатистический пациент будет существенно больше и с большей готовностью, чем на любые другие направления деятельности. Если вы почитаете Мюар и Ликван Ю, когда он пишет про систему здравоохранения Сингапура, он четко говорил, соответственно, что они полностью отказались от государственного датирования диагностики. Значит, по одной простой причине, чтобы избавить систему здравоохранения от эпохомников. Вот потом государство субсидировало очень много в лечении, особенно редких болезней или дорогостоящих операций и так далее. Но на уровне диагностики, соответственно, они считали, что нужно брать по полной программе. В Соединенных Штатах это привело к тому эффекту, что страна стала системой здравоохранения, системой исследований в области диагностики, сталью или, в общем, медицинского оборудования, связанного с этим, получил самые большие деньги, значит, и сложился самый большой бизнес. Я, к сожалению, один график не выложил, но, однако, это не привело к увеличению продолжительности жизни в Соединенных Штатах. Есть такой замечательный график, где есть зависимость динамика от вложений на душу населения здравоохранения, значит, то есть до ВВП, и продолжительности человеческой жизни. Соединенные Штаты Америки – единственная страна западного мира, где эта зависимость сломана. То есть, грубо говоря, в любой европейской стране увеличение вложений в здравоохранение приводит к существенным заметному, так скажем, увеличению, прям предсказуемому увеличению продолжительности жизни. В Соединенных Штатах этого не происходит. То есть, продолжительность жизни растет, но не такими темпами. То есть, если там вот так вот идет диаграмма, то здесь вот так вот. То есть, с какого-то момента, соответственно, продолжительность жизни в Соединенных Штатах растет существенно более медленными темпами, чем вложение в систему здравоохранения. Это бизнес. Бизнес огромный, мощный, и система медицинского страхования к 2000 годам, как мы видим по этому графику, окончательно складывается с той точки зрения, что в первую очередь является источником финансирования очень серьезного основного достаточного бизнеса, который может генерировать такое количество исследований и технологий, которые не может ни одна система в мире больше делать. Если по патентным моментам смотреть, то единственные страны, которые в некоторых сегментах всерьез конкурируют в США, это Швейцария и Израиль. Так, 90-е годы – это продолжение экспансии в космосе. Значит, в 90-е годы продолжается программа шаттлов, Space Shuttle. То есть, только Челленджер на тот момент разбился, остальные шатты прекрасно летают, Колумбия разобьется только в 2003 году. Значит, в конце 90-х годов начинается сооружение Международной космической станции. В основу разработок Международной космической станции был положен проект станции Free State, национальной станции США, которую так в итоге и не создали, потому что она оказалась слишком дорогая. В урезанном формате, при сотрудничестве с Европейским космическим агентством, японским и Роскосмосом, начинается проект Международной космической станции. Значит, Международная космическая станция делится на два сегмента, российский и американский. Но в американском сегменте есть четкая роспись, какая доля исследований и продолжительности пользования оборудованием приходится на Соединенные Штаты, на Евросоюз, на Японию и на Канаду. Значит, что касается американского сегмента Международной космической станции, то все модули построены в США, в Европе и в Японии, за исключением модуля Заря, который построен в России по контракту с Америкой, но является частью американского сегмента станции. Значит, российский сегмент станции это модули собственной разработки. Значит, Международная космическая станция развивается до сих пор, она до сих пор не скомплектована по проекту, который был согласован Международным консорциумом по его обслуживанию в 90-е годы. Однако, с практической точки зрения, главный формат развития космоса в 90-е годы, это реализация проекта четырех больших обсерваторий НАСА. Значит, как я уже рассказывал в прошлый раз, в 1990 году был запущен орбитальный оптический телескоп «Хаббл». В 90-е годы реализуются еще два проекта, это гамма-обсерватория «Колптон» и рентгеновская обсерватория «Чандра», в честь оборудования «Чандар Сикара», названного знаменитого американского астронома. В 2003 году выводится космический телескоп «Спицер». Вот это вот логотип вверху с картинкой, на самом деле это яркая, значит, четырех больших обсерваторий НАСА. Значит, кроме того, на Земле именно в 90-е годы сооружается несколько очень крупных обсерваторий, в том числе с международным участием по исследованию космоса. Например, обсерватория «Кек» на Гавайях, состоящая из комплекса двух оптических телескопов с большими зеркалами. Значит, начиная с строительства телескопа в пустыне Атакама или, получается, на Гавайях, которые работают в паре и так далее. Кроме того, работает радиотелескоп Варисиба. Значит, продолжает реализовываться программа «Галилео», то есть исследование системы Юпитера, и происходит запуск программы «Кассини-Гюгенс» к спутникам Сатурна. Долетят, правда, только в следующем десятилетии. Кроме того, высаживается на Марс станция Mars Pathfinder, и на Марсе появляется первый марсоход Салджонер, который там проработал сравнительно с последующими не очень долго, но он был, по сути, тестовый, такая маленькая машинка. Вот по сравнению с Curiosity, которая там сейчас весит точно больше тонны, он был совсем крошечный и легкий. Вот, собственно, вот он есть. Значит, дальше, не знаю, как культуру, но я про эту часть расскажу до конца. Значит, это уже не столько технологий, сколько промышленность, просто по традиции я сюда вношу. Значит, в энергетике США продолжаются те процессы, которые были заложены два десятилетия назад и вызваны в первую очередь Великим дефицитным кризисом 1973 года. Две вертикальные линии отделяют 90-е годы. Черная линия – это уголь, поднимающийся вверх, то есть 90-е годы – это продолжение доли угольной энергетики в энергобалансе США. Также в 90-е годы увеличивается доля нефти, это верхняя красная черта, потому что, соответственно, 90-е годы – это период низких цен на нефть. Соответственно, кроме того, США увеличивает импорт нефти. Я там покажу на одном из следующих слайдов диаграммы. В 90-е годы – это последний период, когда происходит увеличение доли атомной энергетики, то есть чуть-чуть. Но это все реакторы, разрешение на строительство которых получено до аварии на Чернобыльской АЭС. После аварии на Чернобыльской АЭС в Соединенных Штатах практически не было новых заявок от бизнеса на строительство атомных реакторов. То есть, они до сих пор вводят в строй новые реакторы, значит, только на старых площадках, а до конца 90-х годов возводили только по уже заранее полученному лицензии. То есть, просто еще не выбрали. Значит, если посмотреть на все остальное, то доля газа растет, доля всего остального примерно остается на одном и том же уровне. Однако вверху, если мы посмотрим, то есть, это уже электроэнергетика, это общий энергобаланс, включая моторное топливо и так далее, и то, что тратит промышленность, например, газ, который используется в металлургии. А вот вверху – это электроэнергия. И вот эта большая серая черта, полоса, которая постоянно растет – это уголь. Именно уголь становится давным топливом в электроэнергетике в Соединенных Штатах в 90-е годы. Значит, это совершенно не случайно. Про уголь сейчас скажем. Значит, это добыча нефти. В Соединенных Штатах истощаются фонтанирующие скважины Аляски. В Соединенных Штатах, соответственно, уменьшается количество перспективных месторождений, а цены на нефть падают. Значит, в США происходит снижение добычи нефти. Государство консервирует некоторые нефтяные поля, то есть, соответственно, просто запрещает на них добычу. То есть, на будущее, так сказать, оставить цены химическое сырье. Значит, а в это время растет импорт нефти. Значит, вот здесь показано по штатам, как уменьшается доля добычи, а вот, соответственно, как меняется соотношение между добычей и импортом. Вот получается, вот это существенное расширение воронкой красной полосы вверху, это 90-е годы. То есть, ну, конец 80-90-е годы. Это период очень низких цен на нефть. В некоторых случаях они падали до 6 долларов за баррель. И, соответственно, просто выгоднее было покупать эту нефть за границей, чем добывать у себя. Тем не менее, какая-то добыча в США сохранялась. Но если к началу 90-х добывалось, ну, допустим, процентов 55-60 потребляемой нефти, то хорошо, если 30 процентов добывалось к началу 21-го века. Значит, с газом произошла следующая ситуация. То есть, вот здесь вот черная вот эта вот, возможно, синусоиды. Продолжение графика не видно. Значит, получается, это предполагаемый пик газа. То есть, с учетом имеющихся месторождений предполагалось, что газ достигнет определенной точки, после чего его добыча начнет снижаться. В 90-е годы опровергли эту идею. Оказалось, что ввод новых месторождений в эксплуатацию происходит достаточно быстро. Потребление газа растет. Продолжают строиться газопроводы между штатами. Я напомню, что до 60-х годов в США было запрещено строить газопроводы между штатами. Газопроводы находились только в пределах территории границ штата. Соответственно, продолжают строиться эти газопроводы, которые перебрасывают газ на территории США. Доля газа в энергетике увеличивается. Но понятно, что в электроэнергетике она не может конкурировать с углем. Значит, это уголь. То есть, вот этот огромный подъем по добыче угля, который начался в 60-е годы, он продолжается. То есть, если в подавляющем большинстве стран мира никогда не был превышен пик 2013 года по добыче угля в Германии, например, в Польше, то в Соединенных Штатах в 80-е годы этот пик был превышен и страна ушла за добычу в миллиард тонн угля. Значит, только одна страна в истории добывала больше, это Китай в последние годы. То есть, и в США к концу XX века был достигнут уровень миллиарда тонн в год, и этот уровень сохраняется в Соединенных Штатах до сих пор. Примерно на уровне 951 миллиарда 200 миллионов тонн уровень добычи угля в Соединенных Штатах сохраняется. Значит, это соотношение между подземной черной линией и открытым способом добычи угля. Значит, открытая добыча угля, в первую очередь, значит, это количество травм, в смысле жертв на американских угольных разработках. То есть, соответственно, принятые нормы безопасности горняков привели к тому, что и смертность на шахтах, и количество несчастных случаев упало до очень низкого уровня. В Советском Союзе в 80-е годы и в России в 90-е это было в разы больше. То есть, это было на уровне американских 50-х годов. Ну, не 50-х, чуть похоже, но тем не менее. И, в первую очередь, добыча угля открытым способом связана со штатом Вайоминг. Вот эта сильно поднимающаяся вверх красная линия – это график добычи угля именно на территории Вайоминга. Значит, сколько? 350 миллионов тонн угля добывают открытым способом в штате Вайоминг к концу 20-го века. Население штата Вайоминг меньше полумиллиона человек. То есть, это самый малонаселенный горный штат. Значит, вот там вот внизу нарисованный экскаватор. Он, правда, работал в Агайе. Это самый большой шагающий экскаватор в мире. Ковш у него вмещал 168 тонн угля. За период работы, он работал 30, по-моему, лет, за период работы, он выкопал почти один кубический километр породы. Вот. И добыл 200 миллионов тонн угля только один экскаватор – Big Mask. Вот. То есть, только в Соединенных Штатах были технологии шагающих экскаваторов такого уровня в тот момент. Потому что никому не требовалось такое количество угля, добываемого с целью производства электроэнергии. Значит, соответственно, это график от аэропортики. Просто показываю в очередной раз, что в 90-е годы еще происходит развитие, хотя это выбирание старых линий. Вот. Так, наверное, мы на сегодня закончили. Вот. То есть, культуру мы не успеваем. Мы ее обязательно в следующий раз обсудим. Вопросы?